Ажиотажный спрос и пустые полки – это только слухи. И точно не про Тобольск. Склады переполнены товарами первой необходимости. Запасов хватает на всех. Продукты постоянно выкладываются на полки, которые уже ломятся от их количества. Ассортимент у нас большой. У нас все в наличии есть. Мука, сахар, макароны, все, что необходимо. Молоко, молочная продукция – это все есть в наличии. Цены приемлемые. У нас цены очень хорошие, низкие. Мы их держим. Стараемся для пенсионеров, для бабушек. Товаров в других магазинах тоже достаточно. Суеты и тревоги нет. На работе в все штатном режиме повышенный ажиотаж не наблюдается. То есть поставка товаров слияется ежедневно. То есть уменьшения запасов нет. Табляки паники не поддаются и пример соцсетей не берут. Гречку и туалетную бумагу не скупают. Я пушаю небольшое, а пределы килограмма. Хорошо, одну-две. Хорошо, еще позвоним. Как обычно покупаем. То, что нужно, то и покупаем ходим. Ну вот селедку купили и все, больше ничего. Я не скупаю ничего. Нет, у меня нет килограммчик того, другого нет, не надо. Сколько я пришла, все в магазинах есть. Все, все хорошо есть. Мониторинг же цен власти города проводят регулярно и превышений не обнаруживают. Повышения цен мы не наблюдаем. Не наблюдаем. Но я думаю, что если такие факты будут, в том числе и среди жителей нашего города не могут обращаться к нам, в наш отдел, на аптекарскую 3, кабинет номер 208. Ситуацию же с сетевыми магазинами контролирует региональный департамент потребительского рынка. В крупных торговых точках тоже все стабильно. Склады и полки заполнены необходимыми продуктами. Если где-то и появляется пустота, то не из-за дефицита. В отдельных торговых объектах наблюдались временные перебои с поставкой, например, гречки. Но, как правило, в наиболее дешевой категории данного товара. Это было связано и с тем, что не хватало персонала для пополнения полок. Соответственно, часть товара находилась на складах. Согласно мониторингу, в Тюменской области товарного запаса хватит примерно на 20 дней. И это при условии отсутствия подвоза, который осуществляется регулярно. Ведь сбоя в поставках нет. Шамиль Гулиев, Михаил Куричко. Тобольское время. Продолжение следует...